Елена Михайловна обратилась в общественную приемную с целым списком вопросов к голове округа. Жительница старой части Красногорска всей душой болеет за благополучие родного города и комфорт его жителей. Дмитрию Владимировичу женщина указала на места, где необходимо сделать пешеходные дорожки, отремонтировать тротуар и организовать водоотвод. У нее есть вопросы по благоустройству и озеленению территорий на улице Советской. Диалог с секретарем местного отделения партии получился конструктивным. Предложения приняты к рассмотрению. Если жители наши приходят в партию, это тоже определенное для нас доверие, которое необходимо. Поэтому те вопросы, которые мы здесь обсуждаем по линии партии, по линии партии Единой России, для нас они тоже сверхважны, и мы их берем на отдельный дополнительный контроль. И поверьте, как правило, все, что здесь и с чем люди приходят, мы еще больше включаем на энергию того, чтобы найти способы решения, потому что не всегда простые вопросы. Вопросы организации водоотведения в частном секторе и размещения контейнерных площадок тоже не всегда простые. Но в каждом конкретном случае глава округа поручил разобраться ответственным. А вот молодая мама Мария из Нахабина обратилась за разъяснениями по поводу социальной поддержки семей. Вопрос был еще также про школы Нахабина, потому что очень много человек в классе, в Нахабинских школах. Также сказали, что будет открыта школа в 2024 году в Красногорском районе, микрорайоне. И должны школы, как сказать, разрядить учащимся, и будет полегче всем другим школам. Поэтому будем надеяться, что так и будет. Группа активистов из Нахабина пришла от лица многих родителей. Женщины – члены организации «Тыл фронту», жены и матери участников спецоперации. Вместе с представителями воскресной школы Георгиевского храма они предложили построить в поселке семейный центр. Идея перспективная, отметил глава округа, но, как и другие вопросы встречи, требуют детальной проработки.